Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. 8 декабря на базе Кумертаусского филиала ОГУ прошла научно-практическая конференция под названием «Наука в строительстве». Участвовали представители научного сообщества и строительной индустрии. Они обменивались теоретическими знаниями и практическим опытом. А также обсудили передовые технологии в строительстве. Подробнее знает мой коллега Константин Меркушев. Отрасль строительства имеет наиболее важное социальное значение в наше время. И подготовка квалифицированных кадров – одна из важных стратегий развития города. Поэтому подобные конференции занимают значимую роль в нашей жизни. Это очень значимое мероприятие, поскольку оно позволяет объединить в себе образовательные и производственные ресурсы. Мы прекрасно осознаем, что сегодня невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста без участия производства, без участия государственных органов исполнительной власти и без участия бизнес-структур. Поэтому пытаемся выработать механизмы, которые позволили бы интегрировать образовательный процесс и производственный процесс в единое целое. В рамках конференции состоялся конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в компетенциях сухое строительство и штукатурной работы и кровельной работы. На территории Кумертау такой конкурс проводится впервые. Но студенты города уже неоднократно участвовали и добивались успехов в региональных этапах. В этот раз в конкурсе профессионального мастерства участвовали три команды. Студенты Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета, Горного колледжа и Милюзовского многопрофильного профессионального колледжа. За соревнованием наблюдали руководители и заместители строительных организаций. Они отметили, что подобные мероприятия очень важны как для студентов, так и для представителей строительной индустрии. Фирма «Акрополь» давно уже сотрудничает с Оренбургским филиалом АГУ. Мы предоставляем им рабочие места для прохождения практики. Также проходят у нас студенческие строительные отряды. Они работают в летнее время у нас на наших объектах. Я бы сказал, что они достойно представляют свой институт и работают с качеством, достойным на профессиональном уровне. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в этом, потому что это будущие наши работники, которые придут к нам с своим уже мастерством. На научно-практической конференции присутствовал почетный гость, заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Фанур Шахисламов. Он отметил, что на рынке труда в нашей Республике самыми востребованными являются рабочие специальности. Это очень актуально сегодня для Республики, поскольку мы понимаем, что сегодня нужны рабочие руки. Более 79% сегодня у нас вакансия именно рабочих профессий. Поэтому мы сегодня приветствуем, поддерживаем это направление. И у нас региональный чемпионат будет. Мы хотим, чтобы как можно было больше участников в этом мероприятии. И, конечно же, потом, чтобы наши победители, самые достойные, отправились на российский этап этого чемпионата. Конференция была продолжена работой секции архитектура, градостроительство и ЖКХ, вопросы благоустройства городской среды, современные строительные материалы и технологии, где свои научные и практические работы представили студенты и научные руководители учебных заведений. Стоит отметить, студенческая конференция стала площадкой для обмена опытом в рамках взаимодействия науки, образования и производства в сфере строительства. По итогам состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства, а участники секционных занятий получили сертификаты. 8 декабря на базе Кумертаусского филиала ОГУ состоялось первое выездное заседание Республиканского координационного совета по подготовке кадров для строительного комплекса Республики Башкортостан. Перед работами члены совета ознакомились с материально-технической базой филиала. Преподаватели Кумертаусского филиала Оренбургского государственного университета с гордостью показывают учебно-производственные площадки гостям. В составе делегации представители образовательных учреждений Республики, строительных компаний и органов власти. Гостям есть о чем рассказать. Образовательные учреждения, кроме аудитории, располагают лабораториями, где есть макеты механизмов и станки. Мастерские располагают практически всеми видами оборудований, по которым учат студентов основам технологии производства и ремонта автомобилей. Кроме этого, обучающиеся нередко сами становятся изобретателями. Так, например, на кафедре электроснабжения промышленных предприятий есть стенд автоматического учета электроэнергии, изготовленный студентами. Он позволяет дистанционно считывать показатели. Таким образом, студентам открываются широкие возможности для проявления их способностей на практике. Будущие специалисты выявляют дефекты в электронике, устраняют их. Полученные знания позволяют студентам успешно выступать и на конкурсах профессионального мастерства. Об этом говорил старший преподаватель филиала Артур Богданов. В этом же корпусе – кафедра экономических дисциплин. Специалисты уже сейчас выполняют серьезные заказы по изготовлению проектов. Одним из бизнес-проектов является бизнес-план горнолыжного комплекса на территории городского округа, город Кумертау, который был разработан по заданию администрации. Разработка велась по трем направлениям. Это формирование маркетинговой, производственной и финансовой стратегии. Результаты разработки были представлены на всероссийском и международном конкурсах. И в настоящее время студенты занимаются разработкой бизнес-проектов по социальному предпринимательству, повышению финансовой грамотности, пенсионной грамотности, коммунальной грамотности населения. Это благоустройство территорий и многие другие проекты. После ознакомления с учебно-производственными площадками состоялось первое заседание Выездного координационного совета. Он создан для регулирования кадровой политики строительной отрасли. Сюда входит повышение квалификации работников, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Он предполагает взаимодействие науки, бизнеса и власти. В составе представители ведущих вузов республики, в том числе Кумертауского филиала АГУ. Инициаторы создания Корсовета – председатель Госкомитета республики по строительству и архитектуре Халид Махмудов и директор архитектурно-строительного института Уфимского нефтяного технического университета Дмитрий Кузнецов. Было отмечено, что одной из задач Выездного совета является ознакомление с материально-технической базой учреждений, где готовят строительные кадры. Есть еще и корыстные цели. Здесь это посмотреть базы всех учреждений СПО, в каком они состоянии, чтобы доложить об этом реально председателю и устрою. В процессе диалога выработаны конструктивные предложения. Это в том числе включение в план работы вопросов, касающихся взаимодействия сферы образования и производства. В ходе заседания был доработан проект положения совета с учетом поправок и дополнений. Установка и монтаж новогодней елки, начатые в конце ноября, завершены. Теперь, как и было обещано, зеленая красавица радует жителей города и заряжает всех новогодним настроением. Сейчас ведется строительство ледового городка. Несмотря на погодные условия, сильный ветер и снег, елка была установлена достаточно быстро и успешно. Теперь на площади активно ведется строительство ледового городка. Силами МУП «Строинвест» и индивидуальных предпринимателей города в скором времени будет создан лабиринт изо льда. Клеится, получается, будет на снег мокрый, будем разбавлять. Вот обрабатываем бензопилой, бензопил у нас есть. Форма будет он такой, пятиугольный. В этом году чуть-чуть другой. В этом году планируется внести несколько изменений в конструкцию ледового городка. Главный архитектор администрации города Светлана Гирш рассказала нам о новых проектах, которые будут воплощены в жизнь до новогодних празднований. Будут у нас мультиплекционные установлены как стойки, где люди смогут сфотографироваться с изображениями из мультфильмов. Установлен новый Дед Мороз и Снегурочка с троном тоже, где можно также будет сфотографироваться на фоне нашей красивой елки с прекрасными гирляндами. Цифры будут еще также из ледяных, фигур будет 2017 с подсветкой планируется. Установка из ледяных скамеек, малой горки с ледяной для деток. Кумертаусцы по достоинству оценили установленную на площади новогоднюю елку. По мнению некоторых горожан, искусственная ель имеет ряд преимуществ перед живым деревом. Искусственный этот намного же хватает, на сколько-то лет. А это же один раз ставят, бросают. Жалко же. И, конечно, строительство ледового городка радует не только детей, которые смогут играть в лабиринте и кататься с ледяных горок. Взрослые также с удовольствием наблюдают за созданием игровой площадки из-за льда. И признаются, что уже сейчас, благодаря установленной елке и предновогодней суете на площади, создается праздничное настроение. Работа кипит у нас на площади, в нашем городе. Стройка идет. Катание для детишек очень хорошо строится. И спасибо администрации, хоть и кризис, но по-прежнему, как и в хорошие времена, также уделяют внимание для молодого поколения. Но не молодого, для всех, для горожан наших. Строительство ледового городка подрядная организация обещает завершить в течение 10 дней. Торжественное открытие новогодней елки в этом году планируется провести раньше, чем обычно, 25 декабря. Накануне в Кумертау прошла отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». В повестке значилось несколько вопросов, главными из которых были избрание секретаря местного отделения и членов политического совета. В местном отделении партии «Единая Россия» числятся 1352 человека. Количество первичных организаций – 24. На отчетно-выборной конференции приняли участие 135 делегатов. Согласно уставу, были избраны президиум и рабочие группы, мандатная редакционная счетная комиссия, секретариат. Участников конференции поприветствовала заместитель секретаря местного отделения Наталья Лапшина. Она поздравила всех с 15-летием партии. Наша партия отметила свое 15-летие. С этим молодым юбилеем я хочу поздравить всех однопартийцев и нашу городскую команду активистов, тех, которые стояли и у истоков создания местного отделения, тех, кто трудится и работает сейчас, и наше будущее продолжение молодогвардейцев. Кроме того, говорилось о стоящих перед кумертаускими единороссами задачах по совершенствованию работы первичных организаций. Это в том числе работа по вовлечению в общественно-политическую жизнь города как можно большего числа жителей. В докладе заместителя секретаря была озвучена информация об успешных проектах, инициированных отделением партии. В рамках этой программы были отмечены работа по благоустройству территорий, установка спортивных тренажеров на двух площадках, ремонт библиотеки номер 3 и многие другие. Были названы ряд социальных акций, а также мероприятий по повышению грамотности населения в вопросах ЖКХ. Участники конференции оценили работу местного отделения партии положительно. После отчетных выступлений состоялись выборы секретаря местного отделения и нового состава полицовета. По регламенту путем открытого голосования были определены кандидаты, а сами выборы прошли путем тайного голосования. По итогам выборов свою позицию сохранил нынешний секретарь местного отделения партии, глава администрации Борис Беляев. В состав полицовета введены 14 человек. В этот же день были избраны члены местной контрольной комиссии и депутаты на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Она пройдет 27 декабря в городе Уфе. В состав делегации вошли секретарь, а также три вновь избранных партийца. Это Наталья Лапшина, Елена Кучербаева, Ренат Хайрединов. В статусе приглашенных два сторонника партии – Виктор Сухачев и Елена Решетникова. В завершении конференции за активную работу были вручены благодарственные письма за подписью секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева. Ряд партийцев были отмечены наградами секретаря местного отделения. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия. В Кумертауском историко-краеведческом музее состоялась встреча студентов с героями-земляками. Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества в городе Кумертау, началось с возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы. Участники митинга вспомнили ветеранов Великой Отечественной войны. Для россиян участники войны и труженики тыла все являются настоящими героями. Они выдержали тяжелые испытания и отстояли страну. Погибших ветеранов почтили минутой молчания. Затем мероприятие продолжилось в историко-краеведческом музее. Здесь собрались люди, которых мы по праву называем Героями Отечества. Это наши земляки, которые с честью выполняли свой гражданский и воинский долг. В числе гостей ветеран Василий Скрипников, участник боевых действий, который побывал в шести горячих точках, Маот Мамбетов. Они обратились к студентам уважительно относиться к старшим с честью защищать родину. Также на встречу были приглашены заслуженный штурман-испытатель России Владимир Сунгуров, заслуженный летчик-испытатель России Александр Копейчик. Они передали в дар музея книгу об испытателях вертолетов фермы Камов и летную одежду. Это кожаная куртка, комбинезон и шлем. Я думаю, что это самый большой праздник, это День Героев России. Это те люди, которые свои жизни отдали и в боях, и в гражданские, в гражданское время. Вот у меня два друга, героя. Это Ларюшин и Бездетнов. Они оба летчики-испытатели, оба на ферме Камова работали. Один погиб, один живой сейчас еще. Встречаемся. Это они, великие люди. Такие встречи в Коверталском историко-кореведческом музее проходят ежегодно. 9 декабря – это День Воинской Славы, День Героев России. И отмечается он повсеместно в нашей стране. И уже стало традиционным ежегодным проведение этого праздника с приглашением различных известных людей, которые внесли определенный вклад в развитие нашей страны. И защитники нашей страны, те, кто служил когда-то. И тот, кто сегодня трудится и служит на благо нашего Отечества, мы приглашаем в наш историко-кореведческий музей. У молодежи была возможность узнать подробности тех событий, участниками которых были приглашенные герои, задать интересующие их вопросы. День Героя Отечества – совсем молодой праздник. Но, несмотря на это, все должны помнить о тех, кто проявил храбрость как на полях сражений, так и в мирное время. Накануне во Дворце культуры угольщиков состоялся, ставший уже традиционным конкурс исполнителей башкирской и татарской народной песни имени Мурата Ильбаева. Мероприятие проводится 14-й год подряд и собирает самодеятельных артистов из ряда городов и районов республики. В этом году свой талант и мастерство на суд жюри представили порядка 30 участников. Мурата Ильбаев не был профессиональным певцом. Тем не менее, его помнят как талантливые исполнители башкирских и татарских народных песен. Поэтому вот уже много лет во Дворце культуры угольщиков проводится конкурс, названный его именем. Мурата Ильбаев трудился простым рабочим, занимался спортом и никогда не расставался с песней. Обладая особым природным даром, он завоевал любовь и признание ценителей народного творчества. Он был широкой души человек, вспоминает заслуженный работник культуры республики Раяв Гайнединов. Он работал путей, сам работал, но это самодеятельный артист, самодеятельный артист, но Бог ему дал то, что он дал, то он и, так сказать, воспроизводил на сцене. Ежегодно на это солидное творческое состязание собираются исполнители народных и эстрадных произведений. В этот раз свой талант и мастерство на суд жюри и зрители представили 30 участников из городов Салават, Кумертау, Мелиус, Куэргазинского, Дианчуринского, Кугарчинского районов. Это настоящие хранители культуры народа. Я занимаюсь только третий год. На вокале мы поем разные песни, как башкирские, так и эстрадные. Я занимаюсь вокалом 10 лет. На конкурс меня привезла моя учительница по вокалу на другую выходе Сагабдуловна. Мы поем очень разные песни, но больше всего мне нравится петь народные. Я знаю много народных песен. Туман, Туман, Хандугас. На конкурсах я езжу очень много. И почти всегда первые и вторые места. Ежегодно в конкурсе принимают участие куэргазинские артисты. В этом году свое мастерство представили семь исполнителей из соседнего района. Среди участников как люди старшего поколения, так и молодые исполнители. И каждый конкурс для них является площадкой для обмена опытом. Среди конкурсантов Загир Азнобаев. Он посвятил свое выступление маме. И ради своей мамы я стараюсь и буду участвовать в этом конкурсе. Я надеюсь, что я займу первое место. Эксперты оценивают выступления по четырем возрастным категориям. Особое внимание будет обращаться на исполнение народных протяжных песен, говорит председатель жюри Гузелья Зарипова. Если будет в программе «Олунгкюй», мы будем обращать, наверное, на это внимание, потому что исполнять «Олунгкюй» это, наверное, все-таки элитный жанр. И может не каждый исполнить эту песню, потому как и диапазон широкий в этой песне, и текст сложный, и мелизматика довольно-таки богатая. Поэтому, конечно, в приоритете будут эти песни. Вдова Мурата Эльбаева Фарида Минуловна старается не пропускать конкурс. Она выражает благодарность организаторам и участникам. Такие мероприятия помогают хранить память о замечательном человеке. И в то же время выявляет новых талантов, отмечает она. Очередной этап соревнований по баскетболу под названием «Оранжевый мяч» проходит в спортивном комплексе «Юбилейный». Борются за победу команды девушек и юношей из Стерлитамака, Салавата, Мелюза и Кумертау. Совсем недавно завершился городской этап спартакиады по баскетболу «Оранжевый мяч». Теперь нашим спортсменам, команде девушек из гимназии и юношей из третьей школы предстоит состязаться с баскетболистами школ соседних городов. Сейчас проводится зона, зональные соревнования «Юга». Зачет 19-й спартакиады школьников. «Оранжевый мяч» — это седьмые классы и младшие. То есть 2003 год, но два человека, рожденные после 1 сентября 2-го года, допускаются. Хорошая подготовка по девочкам, Стерлитамак, по мальчикам. Наши мальчишки сильнее будут. Как известно, баскетбол не только эмоциональная игра, но и достаточно полезная в плане физического развития. К примеру, таких качеств, как сила, скорость и выносливость. Кроме того, занятия баскетболом улучшают работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В первых играх с салаватскими спортсменами нашим парням и девушкам удалось доказать свое превосходство. А команде из Мелюза наши баскетболистки уступили. Несмотря на это, девушки не унывали. Ведь проигрыши помогают учиться на ошибках и стремиться к лучшему. Я очень горжусь своей командой. Они очень храбрые, сильные. И я рада за то, что они так сыграли. Конечно, мы могли лучше, но я довольна результатом. Мы думали, что мы выиграем, и девочки немного расслабились, но все равно Мелюз тоже молодец. Я рада за них. Спортсменкам из Мелюза победа далась нелегко. У наших девушек, кроме серьезной подготовки, было еще одно преимущество – поддержка болельщиков в родных стенах. А победа в городских соревнованиях позволила им чувствовать себя еще увереннее. Они сильные игроки. Было не очень тяжело, но и так чуть-чуть тяжело было играть. Нужно играть в команде, нужно стараться забивать и не терять мяч. Я горжусь очень своей командой, потому что они сделали все, что могли, чтобы мы выиграли в игре с Кумертал. И они очень сильные игроки. Успешно отыграв, спортсменки из Мелюза заняли роль болельщиц и стали активно поддерживать команду юношей. Также тренеры команд поддерживали своих подопечных, как самые ярые болельщики. Не давали расслабляться спортсменам ни на секунду. Перед юношеским матчем Кумертал-Мелюз нам удалось поговорить с тренером команды соперника. Первую встречу мы выиграли у Стертамака. Мы преодолели свой барьер. У нас была цель выиграть Стертамака. А дальше как получится? Мы готовились тяжело, мы, конечно. Долго шли к победе, чтобы победить внутри города, конечно. Мы победили все школы и сюда еще готовились полмесяца. У команды Кумертал очень сильная команда. Они сплоченные команды. И вот именно играют командой. У них такого лидера одного нет. Все молодцы, ребята. Настроены тоже на победу. Судьями игры была отмечена хорошая подготовка всех команд в целом. Победителя зонального этапа спартакиада отправятся на финальные республиканские соревнования. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.